И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, в лучах заходящего солнца, как всегда, Алкабард. И мы, конечно же, будем что-то пить. А заодно об этом обязательно и поговорим. Давайте так, с предыстории начнем. Месяц полтора назад мне кто-то в комментариях написал, что саранская водка городок. Я думаю, ни хрена себе, какой городок, там деревенька вообще-то. Еще через неделю где-то кто-то городок. Я начинаю задумываться, что что-то здесь не так. Залажу, значит, в интернет. А на гугле меня пока не забанили. Саранская водка городок, господа, на новом спирте под названием классический. Я немножко охреневаю и говорю, какого, собственно, банана. После чего, поплакав, ну, недолго, любой на моем месте долго бы плакал, а я нет. Я беру перозное гусиное, чернильницу, промокашку, естественно, и пишу письмо. Дорогой завод, в силу того, что я не могу собственными силами обеспечить себя наличием данной прекрасной водки, потому что мне физически негде взять, не могли бы вы на заводе найти какую-нибудь симпатичную мордовочку или ерзяночку, и чтобы она голубиной почтой как-то вот, ну, как-нибудь мне переправила. Короче, шум брат Мордовия, все дела, шивал до Мордовия с эдистацией. Завод, как ни странно, сказал, так не вопрос. И, господа, мы имеем водка Городок Вкусная, на которой мы читаем, что мы имеем в составе вода питьевая исправленная, спирт классический и сахарный сироп. Вот. Но на этом-то дело не заканчивается, понимаете ли. Вот Городок Вкусный, номером один, кстати, займете, номером один. Поэтому мы достаем номер два. А номером два идет Городок Легкая, которая идет, ну, естественно, вода, уже спирт Альфа и натуральный мед Каштан. Но и здесь дело не заканчивается, потому что мы, собственно, достаем Городок номер три, мягкая, которая уже будет на люксе и с медом белой акацией. И вот такой вот наборчик мне очень понравился, честно говоря. И, соответственно, я думаю, что пора бы и потихонечку приступать. Но еще не открыв, у меня есть сразу два наезда на Саранске ликероводочный. Первое. Если эта водка вкусная, это легкая и это мягкая, означает ли это, что это вкуснее других? Вот мне просто интересно, а не позиционирует ли так завод? Нет. Я потом расскажу, почему. Это как раз зависит, например, от спирта. Но тогда у меня другой вопрос. Если у меня есть водка вкусная, легкая и мягкая, почему это три разных бутылки? Но с другой стороны, Саранск, господа, я только что придумал вам слоган для чистых роз новый. То есть вкусная, легкая и мягкая. А это мы будем открывать да пробовать, собственно. Аж язык заплетается от радости. Господи, даже не знаю, с какой начать. Наверное, давайте все-таки вот именно так, как стоят, с первого номера по третий. Итак, вкусная. Кстати, крышка не такая, как в деревеньке. Я что-то вначале мне показал, что крышка от деревеньки. А крышка от деревеньки довольно-таки своеобразная. Наливайки нет, это большое спасибо. Своеобразная в том, что она, конечно, прикольная. Но там есть серьезная вероятность от нее конкретно пораниться с пьяной или по невнимательности. Здесь такого, я так вижу, уже нет. Здесь просто откруточка вот такая вот. Откруточка. И мы накапываем еще и легкую. Сейчас дело дойдет до мягкой. Потерпите немножечко. Можете, кстати, себе тоже что-нибудь пока накапать. Ну, потому что на сухую, как вы понимаете, смотреть алкобарда сложно. Лучше, конечно же, накапать. Ну вот, мы выставились. И радостные начинаем, господа. Значит, сразу, что такое спирт классический? Это позиционируется как первая вообще в мире водка на этом спирте. Спирт, не так давно ГОСТ на него был разработан. В общем, это первая вот водка именно на нем. Прикол в чем? То есть, он по метанолу на уровне альфы. А по, собственно, тем самым эфирам он на верхнем почти пределе допустимым по ГОСТам. То есть, поясняю, это те самые сивушные масла, которые вы все так не любите. Но они оставлены на верхней границе, дабы дать больше ароматики, собственно, самого спирта. Опять же, вот этот спирт классический. Я почитал про него. Пишут, что может изготавливаться только рожь пшеницы, только российского производства. Поехали. Ну, так узнаваемо водочно, я вам могу сказать. Прикольненько. Прикольненько. В принципе, я именно это вообще-то и хотел изначально. Ну, раз уж есть комплект, пусть будет комплект. Но это прикольно. Причем это, честно говоря, не похоже вообще на такой вот классический водочный вкус, как мы все привыкли. И не могу сказать, что это самогонный чуть-чуть. То есть, это вот такое. Это водка с более ярким, выраженным, наверное, зерновым. Вот так. Вот, наверное, самый правильный вариант будет про нее так сказать. Ну что, переходим к легкой. Легкая. Вообще, мне тут много хочется что про них сказать. Я буду, наверное, в процессе это рассказывать. Легкая. Вкусная и легкая, блин. Вот реально вкусная и легкая. Но, с учетом ее легкости, пока могу сказать, что она меня так не сильно возбудила. Поясняю. Во-первых, водка на Альфе, она по-любому будет идти мягче обычно. Есть, конечно, специалисты, которые рассказывают, что это все один хрен. И Альфа и Люкс это одно и то же. Нет. И даже если вы их попутаете на дегустации, что со мной лично бывало, то все равно они разные. И по факту вот у нас остался третий Люкс. То есть городок мягкий. Мягкий. Почему мягкая? Ну, я примерно могу себе представить. Потому что вообще водки на Люксе обычно считаются более такими мягкими, чем Альфа. Для этого на заре Альфы многие заводы добавляли еще всякие улучшайзеры. Чтобы народ просто привыкал к водкам на Альфе. И тут, кстати, ну это я сейчас уже на второй скажу. Да, про состав чуть позже. Водка-водка. Прям водка-водка. Прям водка-водка, но накапываем с обратного конца. И теперь пойдем уже, так скажем, с третьего номера назад и попутно кое-что поясняем. Что в них откровенно прикольного? Это, господа, вот эта вот сама бутылочка. В принципе, я так понимаю, честно говоря, что завод их позиционирует как, скорее всего, такого, может, старшего не могу сказать, и младшего тоже, братика-деревеньки. Вот это вот такой комплект. То есть, свалили вы из деревни в город, пейте деревеньку. Свалили вы из города в деревню, пейте городок, дабы, так сказать, вспомнить о хорошем. Ну, вот, вот этот вот, давайте на мягкой расскажу. Здесь у нас что? Здесь у нас фонарик нарисован, такой симпатичный фонарик. Я вообще вначале, когда увидел, я думал, он выпуклый. Я серьезно. Но оказалось, что вроде как нет, но такая печать ревертная. Трамвайчик. С трамвайчиком вопросов нет. Трамвайчик нам объясняют, ну, это, наверное, как символ города, вот так скажем. И дальше здесь выбито много всего. В этом бутылке одинаковые. У них есть еще и разница, которую я заметил. Но здесь у нас дом с часами. Ну, не знаю, местный исполком. Собачка-котик на дереве. Тут у нас что? Господи, фонтан. Тут у нас какой-то фонарь еще большой. Тут у нас калитка. Тут у нас лебеди на пруду с лебедятами маленькими. Тут у нас указатель улиц, туда-сюда, мостик. Девушка с веслом. Господа, девушка с веслом. Птичка. На воробья похож. Как он называется? Воздушный змей. Почта. И далее по кругу уже пошла опять собачка с котиком на дереве. Вообще, вот это вот можно рассматривать. Оно откровенно и интересно сделано именно с внешней точки зрения. То есть, понятное дело, что очень многие сейчас стараются сделать, ну, водку, чтобы она не была просто там в бутылке, в карандаше, а хотя бы как-то красиво оформленная. В данном случае получилось, потому что ее можно рассматривать. Вот это откровенно так и, соответственно, пьем. Ну, и еще про именно эту водку скажу. Что у нас здесь? Вода люкс и натуральный мед белой акации. Ничего про акацию не могу сказать. Нет, в принципе, могу. Вот это вы все помните. С детства расцвела в саду моем акация. Я иду, улыбки не тая. Дальше стих я продолжать на всякий случай не буду. Все равно его все помнят. Вот конкретно ярко выраженный водочный. Акацию, кстати, вот как-то не могу ее поймать, но такой вот водка-водка, прям вот та самая водка, которую мы хотели. Знаете, это можно брать абсолютно спокойно для фанатов. Вот это, а при Союзе-то какая водка была? У нее же вкус какой был? Да дерьмо, при Союзе была водка. Но если вы ему такую дадите, он скажет, так это же то самое. У него воспоминания, понимаете, вот какого-то такого плана. Вот это водочный такой вот, водочный привкус. Все. Конечно, советская тут и рядом раком не стояла, но вот это такой вот водочный, водочный. Хорош. Городок легкая. Легкая, потому что на Альфе здесь все одинаково, кроме номера, но на ней я еще одну особенность объясню. Господа, здесь вот трамвайный билетик. Помните все про счастливый билет? Ну, первые три цифры совпадают с последними тремя цифрами, в смысле сумма первых трех и последних трех. И, соответственно, счастливый билетик можно съесть, можно куда-нибудь в паспорт положить, в кошелек, можно что-нибудь с ним сделать. Так вот, на этих бутылках все билеты счастливые. У всех совпадает. И это я уже потом отдельно уточнял просто, мне это стало интересно. Говорят, да, вы не найдете на полке двух одинаковых вот этих билетиков. Они все разные. Комбинации там дохренища. Сколько-то там тысяч. Поэтому хрен вы найдете на полке одинаковые билетики. Если найдете, кидайте мне фотку, я перешлю за воду. Вот абсолютно серьезно. Поэтому поехали. Легко. Легко. Добрый вечер. Будете водку? Нет? Уходите. Легко. Действительно легкое. И вот по сравнению, если это такой водочный, вот-вот, прям водочный вкус, как мы хотим, это немножко такая полегче. И у нее здесь в составе натуральный мед каштана. Я вообще не представляю себе, как должен быть на вкус натуральный мед каштана. Я примерно представляю, как его получают. То есть, бедные пчелки, когда каштаны цветут, все это дело собирают, приносят к себе домой, а потом у пчелок это отбирают и добавляют. Но, опять же, привкус я его не должен вообще знать, поэтому тут ничего по этому поводу не скажу. Но вот это ледненькое, это такой универсальненький вариант. Вот пока из трех, в смысле универсальности, наверное, вот это. То есть, если вам на пьянку просто куда-то взять, то вообще вопросов никаких. Берем легкую. И, господа, городок вкусный. И рассказываю еще один прикол, который здесь есть. QR-код. Это был первый раз лет за много, когда я через QR-код куда-то перешел. То есть, там общая идея какая? Переходят на сайт данной вводки. И там есть, собственно, про вот эти вот трамвайчики, про вот это вот все. И дальше там есть игра в городки. Можно на телефоне, можно на компе. Я пробовал на телефоне, работает. Ну, то есть, сами понимаете, что такое городки. Если вы едете с работы, в том же трамвайчике каком-нибудь, да, или в метро, и вам внезапно захотелось там кинуть палку, покидаться палками, то вы можете кинуть палкой в другие палки. Оно прикольно. Оно простейшая вообще игрушечка такая. Ну, вот чисто от нефиг делать. Просто вы злые. На начальство. На всех. Вообще, на кого только можно. И вы вот хотите что-то разломать. Само то. Нажал, палочка полетела. Прикольно, прикольно. Вроде как по сайту можно там этот, типа, результатом делиться, но я этого дела не проверял. Ну, о чем мне делиться-то, куда? Я попробовал, работает все. Работает. Поэтому поехали. Ну, она сильно отличается от этих двух. Она сильно отличается от этих. И причем она вот постояла. Больше постояла, больше отличается. Ну, вот сейчас интересно. То есть, здесь не будет, откровенно, там четвертая определяющая, потому что несколько вариантов. Еще из приколов, что я заметил. У всех над стрих-кодом котик. Котик над стрих-кодом. И я скажу так. Для себя я выберу вот эту. Для себя возьму ее. Для любителей водочного вкуса. Номер три, мягкая. Для компании, которую вы не знаете, или вам надо в компанию принести водку. Ну, просто, чтобы вот была водка, хорошая водка. Вот. Вот так. Потому что эту оценят далеко не все, но она откровенно мне понравилась. И давайте, наверное, как-то потихонечку допивать то, что осталось. Как-то, чтобы не забалтываться. Давайте обратно с того же конца и кратенько по ним пройдемся. Вот это вот мягкая. Люкс. Люкс. Мед акации. Все хорошо. Водочный вкус. Водочный вкус. Прям как деды пили. Вот это оно. Только мягенько и не сжет. Вот так. И она от нас уходит. Потому что остаться должен только один, вы же помните. И следующее. Городок легкая. Альфа. Мед каштана, который я вообще не представляю, как он должен быть на вкус. Но он, судя по всему, присутствует. Ту, которую я порекомендую. Если вы не знаете, что брать. Если у вас нету вот, ну, прямо каких-то критериев выбора. Берите смело. Вообще вопросов нет. Уходит. И вкусная. Вкусная. Вот я ее хотел, я не прогадал. Вот честно. И хотел я именно ее. Но перед тем, как выпить, я хочу сделать важное объявление, господа. Водка в 0,5 это прекрасно. Но. Она же есть и в 0,25. Что прикольного спросите вы. А я вам скажу. Во-первых, здесь как раз на крышечках трамвайчик еще есть. Здесь нету. Здесь крышки другие. Во-вторых. Они малыши. Они удобнее. В-третьих. У них тот же самый рисунок. Все это повторяется. Они просто чуть поменьше. И реально можно рассматривать. И она как, знаешь, как игрушечная такая. Вот ее смотришь. Это просто вообще волшебно. То есть, если на большой так незаметно. Ну, как-то что-то есть и все. На малышах обычно начинаешь рассматривать. То есть, а что они там навертели. И смотришь. И вот оно на малыше просто смотрится классно. Ну и три малыша по 0,25. Простите, это 0,75. Господа. Берете три малыша и получаете настоящий честный объем. Поэтому малышей убираем. Я их сегодня все-таки вскрывать не буду. Я их оставлю себе на попозже. А мы будем, наверное, определяющую на той, которая мне больше всех из них понравилась. Значит, начинаем, как всегда. Внешний вид. С одной стороны простенько. Это по факту карандаш. Ну, не совсем бутылка карандаш. Карандаш немножко другой. Но по факту карандаш. При этом, вот это вот многообразие рисунков. Это было обалденно. Честно. Оформление самой этикетки. Ну, трамвайчик, да. Ну, фонарик. То есть, остальное так себе. Ну, городок, городок. Все. Но вот оформление бутылки, это классно. С билетом, заморочиться с билетами, чтобы был счастливый билетик на каждой бутылке, чтобы они были разные, ну, как бы не все могут себе позволить. Отдельный плюс за крышку. То, что не как в деревеньке. Хотя крышка от деревеньки мне вот, ну, с непривычки, с первого раза тоже не понравилась. Потом зашло. Опять же, ценник. Ценник данного напитка, господа, 300-350 в тех самых российских рублях. За эти деньги, это очень неплохое предложение. Это прям вообще хорошо. То есть, тут все неплохо. За городки, за игру в городки. Ну, как бы, я реально, я залип минут на пять. Я, который не играл в компьютерные игры, наверное, лет 15-20 уже. Последнее, во что я играл, это были третьи герои. И тут в городки палку кидают. Ну, я, конечно, больше исследовал с этой точки зрения. Я хотел проверить, работает ли оно. Правда, как заявлено, но оно работает. Поэтому, как вы помните, если вы хотите кинуть палку в другие палки, то однозначно туда можете заходить. Завод, кстати, заявляет, что они связывались с федерацией вот это вот городков как вида спорта. Я вот это вообще удивился откровенно. То есть, оно как вид спорта отдельная федерация. И все эти фигуры что-то у них уточняли. Как они должны стоять, как оно, что. Ну, короче, чтобы не лохануться. Это плюсик. Ну, что, городок вкусный. Запах. Вот это та водка, которая должна постоять. Но я еще раз, я топлю за нее, потому что я хотел именно ее. Вот тот самый спирт классический. Мне просто было интересно вообще, что это такое. Я это получил, я это, в общем-то, осознал. Это, знаете, всегда говорят, сделано по технологиям 19 века или по старинным рецептам. Вот это, наверное, на данный момент максимально приближено к тем рецептам, если учесть, что это ректификат. То есть, понятно, если вы делаете дистиллят, это одно. Но если вы делаете ректификат и говорите, что по старинным рецептам там что-нибудь понадобавляли, то в данном случае данный ГОСТ позволяет как раз получить максимально близкое к тому, что мы хотим. И за это и плюсик. Но запах, знаете, кто-то может сказать, конечно, что-то немножко не так. То есть, в принципе, да, вроде водка, но что-то немножко не так. И будь прав, по большому счету. Новый спирт, господа, что делать? Ну, оно мне нравится. Ну, оно мне нравится. Может быть, конечно, завод скажет, что я незаслуженно обидел две остальных водки. Нет, я их не обижал. Вот они стоят. И водка номер три, и водка номер два. Никого я не обижал. Я вообще со всеми живу дружно. Но когда я вижу довольно неплохую водку на Альфе, ну, хорошо. Довольно неплохую на Люксе, ну, тоже хорошо. Но когда на новом спирте, это мне уже интересно, в принципе, как явление. Поэтому тут уже, тут уже, извините, классическая вот эта вот затмила остальные. Да, классическая водка, городок вкусная. Согласен. Поэтому обновим немножечко. И уже, наверное, будем пить, потому что солнышко село. Ту самую заключительную, которая будет питься за вас, дорогие мои. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что ждет следующих видео, выходящих с пугающей, иногда не очень периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И давайте еще, вот я сейчас подумал. Надо было чуть раньше по этому пройтись, но пройдусь уже сейчас. Среди продукций саранского завода. Да, все-таки это вот линейка деревеньки. Это продолжение линейки деревеньки. То есть, это не такой, не премиум класс, это не суперлюкс там какой-то. Все, это нормальная, добротная водка при нормальном ценнике. И в данном случае я согласен. Хотя, есть один вопрос. Вот эту вот классическую, я вряд ли смогу пить долго. Вот это та самая водка, которую взять из серии бутылка водки на неделю. То есть, вы пьете, всю неделю пьете водку, но для этого вам достаточно одной бутылки. Вечерком, вот так вот, под закат, под вот эти появляющиеся звезды, под облачка, вот это будет само то. Вот прям реально само то. Поэтому поехали. Собственно, за все вышесказанное. За вас, дорогие мои. И всем пока. Собственно, за вас. Продолжение следует...